Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. Сегодня будет день анонсов, ну, такое тоже бывает. 30 ноября и 1 декабря в Иркутске пройдет мероприятие с дивным и исчерпывающе информативным названием «Байкальский форум. Кофе, чай и дикоросы». Форум этот пройдет во второй раз. Его организует проект «Атлас Кофе» в коллаборации с небольшим, но активным пулом партнеров. Чайная программа мероприятия пока нигде не опубликована, но одно чайное событие – чемпионат T-Skills – уже проанонсировано. На сегодняшний момент T-Skills состоит из двух этапов – дегустационного и заварочного. Дегустационный этап проходит по той схеме, по которой раньше проводился t-тестинг на T-Master's Cup. Ну, то есть это нормальный такой конкурс на сенсорные навыки и сенсорную память. А заварочный этап выполняется полностью на материалах организаторов, что тоже правильно. Потому что все участники работают в равных условиях и на чистом профессионализме, а не на предварительной и довольно тупой дрессуре, доступе к особенному чаю, особенной посуде и костюмам. Если бы я сейчас снова делал чайные турниры, то пошел бы по схожему пути. Замечу также, что турнир в Иркутске – это первый выход T-Skills за пределы Санкт-Петербурга. Елена, коллеги, удачи! Ну и раз уж у нас сегодня день анонсов проектов, которые реализуют в том числе личные и хорошо знакомые мне коллеги. Проект Aroma TK, который, напомню, выпускает наборы чайных, кофейных и, наверное, еще каких-либо ароматов, анонсировал выход Aroma Kita по улунам. Там все как обычно – 24 баночки с ароматами, которые разработчики набора связали с улунами, описание, колесо ароматов и милая деревянная коробочка. И все это наверняка вкусно пахнет. В нашей чайной тусовке, напомню, чайные Aroma Kita заняли совершенно замечательную нишу убедительного и демонстративного профессионального атрибута. Если бы я сейчас открывал какой-либо чайный проект, для работы которого был бы важен вау-эффект, то я непременно поставил бы на полке несколько книжек с картинками на китайском, трехкилограммовый чайный труд Джорджа Ван Дрима, чайное руководство пользователя Тони Геббели, подшивку избранных текстов Антона Дмитрищука с QR-кодами, чтобы гости могли переходить по ссылкам и читать все самостоятельно, пару маленьких иранских самоваров, сифон, немного дриперных систем от Hario, распечатки максимально доступного количества сенсорных колес, кучу однотипных фарфоровых пиалок и несколько коробок с ароматитами. И все. И сразу понятно, что в таком месте люди не мелочь по карманам тырят, а занимаются высоким чайным профессионализмом. Ну и еще один анонс, теперь далекий и незнакомый. В декабре в Ухане состоится премьера оперы «Чайный порт Ханькоу». Ханькоу, напомню, сейчас является частью Уханя, но раньше был самостоятельным населенным пунктом и одним из центров торговли в Китае. В том числе и с Россией, в том числе и чаем. О содержании новой чайной оперы мне ничего не известно, но по ролику-анонсу можно оценить ее стилистику. Она традиционная и китайская. Я видел такие постановки и живьем, тоже в провинции Хубей, кстати, но меньше, и в записях. Их поклонником не являюсь, но признаю, что они бывают чрезвычайно зрелищными. Ну а тут еще и разные люди с типа чайными ящиками по сцене скачут. Красота! Если запись оперы будет опубликована, посмотрю с интересом. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!